Специалисты эко-нефти работают над проектами, отвечая на вызовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата и существующих экологических проблем. Проагнозы говорят о том, что если у нас изменения климата и выбросы парникового газа будут идти по старым сценариям, то это может привести к очень серьезным изменениям на планете и уже не так для нас будет важно купить лекарства или найти еду, а насколько важно будет некоторым регионам планеты выжить. Парижское соглашение было принято в рамках конвенции ООН об изменении климата. С 2020 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. В 2015 году проведена большая конференция в Париже и на ней было сформировано соглашение о том, как в будущем, в будущие вот эти десятилетия должны, значит, измениться энергетические потоки, насколько должны снизиться выбросы и под этим соглашением подписались многие страны мира. Спустя три с половиной года после появления Парижского соглашения по климату Россия его утвердила. Это говорит о том, что наша страна присоединилась к борьбе за снижение объема выброса парниковых газов в атмосферу и готова модернизировать производство таким образом, чтобы выбросы стали экологически безопаснее. Следует отметить то, что наша страна тоже подписала, расифицировала данное соглашение в 2019 году. Сегодня действительно назревает изменения в сфере как добычи, так и переработки нефтегаза, использования энергоресурсов, которые будут ориентированы на снижение выбросов парниковых газов. Это углекислого газа в первую очередь, а также некоторых углеводородных газов, которые тоже могут оказывать сильное влияние. На сегодняшний день в Парижском соглашении по климату участвуют 186 стран, сочетая в себе цель международного масштаба – сдержать последствия грядущего катаклизма. Также соглашение включает в себя ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будет полностью поглощать растения и океаны. На самом деле многие делают акцент на углекислый газ, но если мы посмотрим на те значения, которые есть по этой активности в качестве парникового газа, более чем в 20 раз метан является опасным по сравнению с углекислым газом. Россия, как и другие страны, участница соглашения принимает национальные планы по снижению выбросов в технологическом перевооружении и адаптации к климатическим изменениям, которые необходимо корректировать в сторону повышения каждые пять лет. Не менее важно организовать международный обмен зелеными технологиями. Наш президент выступал на одном из больших саммитов и заявил о том, что те технологии, которые Соединенные Штаты Америки используют для добычи сланцевого газа и нефти, они на самом деле несут очень большой экологический урон. При этих процедурах выбрасывается большое количество этих парниковых газов, которые сильно оказывают влияние на окружающую среду. Наша страна эти технологии не использует и старается как раз наладить более экологичное производство нефти и газа. Достойный вклад по созданию зеленых технологий представляет Казанский федеральный университет, в частности специалисты приоритетного направления «Эко-нефть». Наше основное направление, связанное с нефтью, называется «Эко-нефть». То есть все проблемы, связанные с добычей, переработкой, созданием новых материалов, они делаются с экологическим уклоном, с рассмотрением экологических вопросов. Поэтому, конечно, огромный спектр вопросов, связанных с зелеными технологиями, в Казанском университете он решается. Благодаря многочисленным достижениям российских ученых, в том числе и Казанского федерального университета, Россия получила возможность полноправного участия в формировании глобально-климатической повестки. Ильвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс.